Добрый день! В рамках предыдущей лекции мы с вами показали, что Россия, как и другие страны мира, старается использовать выигрыши, которые дает международное разделение труда и международный обмен товарами. Внешняя торговля позволяет странам максимально эффективно использовать имеющиеся у них ресурсы, специализируясь на выпуске тех видов продукции, в производстве которых у них есть сравнительное преимущество. Однако у снижения торговых барьеров и открытия рынков для зарубежных товаров есть и обратная сторона. Это угнетение собственного производства, которое может исчезнуть, не выдержав конкуренции с более дешевыми или более качественными или просто более модными зарубежными товарами. И история знает немало таких примеров. Заметим, что идеи свободной торговли получили активное развитие в Великобритании после промышленной революции. Британская империя активно продвигала идеи снижения торговых барьеров. Но как соотносились в таком случае сравнительные преимущества стран? Будучи менее промышленно развитыми, партнеры Великобритании не могли конкурировать с ее дешевыми товарами, обрабатывающей промышленности. В результате именно эти сектора сдерживались в своем развитии у стран торговых партнеров Великобритании, фактически закрепляя ее доминирование в этой сфере. Очень показательный пример Германии, в которой именно отказ от свободы торговли и введение протекционистских мер в 60-е годы XIX века способствовали развитию промышленности и превращению страны в одну из ведущих экономик мира. Переход к политике протекционизма во многом базировался на идеях немецкого ученого Фридриха Листа. Ученый считал, что идеи свободной торговли космополитические, то есть в принципе они правильные и к такому состоянию общества надо стремиться. Но не всем странам и не на всех этапах развития это подходит. И прежде всего страна должна заботиться о развитии собственных производительных сил, в том числе мерами разумного протекционизма. Отметим, что протекционизм это не только торговые барьеры, это целый комплекс мер, направленных на поддержку собственных производителей в целевых секторах, включая налоговую политику, административные меры отраслевого регулирования, развитие инфраструктуры. При этом меры, эффективные на одном этапе развития отрасли, могут впоследствии стать для нее сдерживающим фактором. И в этом случае они должны быть вовремя отменены. История международной торговли это история борьбы между двумя идеями, свободой торговли и политикой протекционизма. И именно об этом мы поговорим с вами в рамках этой лекции, уделяя особое внимание России. В поисках баланса между свободной торговлей и протекционизмом в отношении отечественных производителей, страны формируют региональные экономические интеграции. То есть они снижают барьеры на пути товаров, факторов и технологий, но не для всего мира, а для избранных партнеров, развитие экономических отношений с которыми они находят взаимовыгодными. Выделяют несколько уровней региональных интеграций. Самый низкий уровень, который даже не рассматривается как интеграция, это преференциальные торговые соглашения. То есть соглашения стран о предоставлении друг другу определенных преференций перед третьими странами, которые не участвуют в данном соглашении. Преференции могут принимать разные формы, но чаще всего речь идет именно о снижении торговых барьеров. Здесь на карте цветом отмечено, насколько важны преференциальные торговые соглашения для внешней торговли разных стран мира. Чем темнее цвет заливки, тем больший процент от торгового оборота страны составляет потоки товаров, осуществляемые в рамках таких соглашений. Согласно этим данным, для России соответствующая доля составляет от 10 до 25 процентов, и это ниже, чем такой же показатель, например, для США, стран Европы или Китая. Более высоким уровнем экономической интеграции является зона свободной торговли. Она подразумевает полную отмену таможенных пошлин и квот в торговле между государствами-членами. При этом каждый из участников сохраняет собственный торговый режим в отношении третьих стран. На слайде вы можете видеть примеры зоны свободной торговли и год подписания соответствующего соглашения. Например, североамериканская зона свободной торговли, NAFTA, включает США, Канаду и Мексику. Россия является членом зоны свободной торговли СНГ. Договор о создании зоны свободной торговли Союза независимых государств был подписан в 2011 году главами правительств восьми государств участников СНГ. Они представлены на слайде. С 2015 года, однако, действие договора приостановлено в отношении Украины. Цель соглашения – сохранение хозяйственных связей после распада СССР. Договор заменил с собой большое число действовавших ранее многосторонних и двусторонних документов, которые регламентировали режим свободной торговли на этом пространстве. Следующим уровнем экономической интеграции является таможенный союз. В этом случае участники соглашения не только отменяют торговые ограничения во взаимной торговле, но и унифицируют торговую политику с третьими странами. Примерами таможенных союзов являются Южноафриканский таможенный союз, Анское общество, Восточноафриканское сообщество. Однако необходимо ответить, что во всех этих группировках уже присутствуют отдельные элементы более высоких уровней интеграции. Дальнейшее усиление экономической интеграции между странами предполагает обеспечение свободы движения не только товаров, но и услуг, капитала и трудовых ресурсов, то есть формирование общего рынка. Это предполагает серьезную работу по унификации национальных законодательств. Примером общего рынка является Европейская экономическая зона, объединяющая 28 стран Европейского союза и 3 из 4 стран Европейской ассоциации свободной торговли. Этот уровень интеграции достигли также страны, входящие в ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, АСИАН. Ее участников вы тоже можете видеть на слайде. Соглашение стран о полной гармонизации социальной, фискальной и монетарной политики означает формирование экономического союза. Это уже очень высокий уровень интеграции. Россия является участником Евразийского экономического союза, в который также входят Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. Подробнее об этой интеграции мы поговорим в нашем следующем сюжете. Другим примером экономического союза является Меркосур, объединяющий Аргентину, Бразилию, Уругвай и Парагвай. И, наконец, на определенном этапе развития общей внутренней экономической политики становится возможным введение единой валюты и формирование не только экономического, но и валютного союза. На настоящий момент лишь одна интеграция в мире формально считается достигшей этого уровня. Это экономический и валютный союз Европейского союза. Из 28 стран ЕС на настоящий момент 19 входят в еврозону, то есть зону обращения евро. В остальных странах пока используются национальные валюты. И на этой карте вы можете видеть в группировке какого максимального уровня участвует та или иная страна. Видно, что большинство являются членами какой-либо интеграции. Однако на карте есть и серые участки. Например, Китай не входит ни в одну региональную экономическую интеграцию. Однако у него заключены множество преференциальных торговых соглашений, в том числе и с Россией. Нас, однако, прежде всего интересует участие России в региональных экономических интеграциях. И это будет темой нашего следующего сюжета. А на этом этапе я хочу, чтобы вы подумали над небольшим вопросом на понимание. Как вы считаете, может ли одна страна быть участником нескольких зон свободной торговли, между которыми нет соглашения об отмене торговых барьеров? Подумайте, каким негативным последствиям для интеграции это может привести. Наиболее развитой региональной экономической интеграцией с участием России является Евразийский экономический союз. Он объединяет Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию. По состоянию на 2017 год доля ЕАЭС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет около 3,5%. Доля в мировой торговле около 2%. Союз утвержден договором о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу с 1 января 2015 года. Но формирование интеграции началось значительно раньше. В 2001 году вступил в силу подписанный годом ранее договор об учреждении Евразийского экономического сообщества ЕвразЭС. Договор подписали Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. В какие-то годы к нему присоединялся Узбекистан, но потом принял решение о выходе. Договор заложил основу для дальнейшей интеграции. В последующие годы формировались наднациональные органы. Были предприняты шаги к формированию общего рынка. С 2010 года начинает функционировать таможенный союз ЕвразЭС, в который вошли только три страны – Россия, Беларусь и Казахстан. Остальные воздержались. В 2011 году подписывается и в 2012 году вступает в силу договор о создании зоны свободной торговли страны СНГ. Его подписали страны Таможенного союза, а также Армения, Республика Молдова и Украина. Позднее состав участников менялся. С 2012 года вступили в силу ряд международных договоров, формирующих единое экономическое пространство ЕвразЭС, то есть общий рынок, но опять же на базе Таможенного союза трех стран. Позднее в 2014 году к ним присоединилась Армения. Киргизия вошла в состав союза на этапе преобразования ЕвразЭС в ЕАЭС в 2015 году. Экономический союз призван обеспечить странам-участникам четыре свободы – свободу движения товаров, услуг, трудовых ресурсов и капитала. Посмотрим, какие успехи достигнуты странами в развитии этих четырех свобод. Свобода движения товаров в союзе обеспечена. На внутренних рынках отсутствует таможенный контроль. Страны-участники применяют единые таможенные тарифы и другие меры регулирования при торговле с третьими странами. Эти тарифы закреплены в специальном документе – едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза. В общем объеме торговли товарами России торговля со странами ЕАЭС составляет около 8%. Этот процент практически не изменяется ни в 2010 году после формирования таможенного союза, ни в 2015 году после создания ЕАЭС. Он несколько вырос за последние два года, однако говорить о существенном смещении структуры торговли России в пользу стран-участников ЕАЭС пока рано. Союз также должен обеспечить свободу движения услуг. К сектору услуг относят транспортные, строительные, туристические, финансовые, информационные и иные виды услуг. Эти виды деятельности обеспечивают около 50% ВВП стран-членов ЕАЭС. По состоянию на конец 2018 года единый рынок стран ЕАЭС действует в 43 секторах услуг. Планы либерализации касаются еще 21 сектора. В торговле с третьими странами государства-члены союза проводят самостоятельную политику. Данные об объемах торговли услугами между странами мира, к сожалению, содержат пропуски и доступны лишь по 2016 год. Они иллюстрируют, что доля стран ЕАЭС в общем объеме торговли услугами России несколько выросло в 2015-2016 годах по сравнению с более ранними периодами. Примерно с 3,5% до 5%. Но период, за который доступны эти данные, слишком короткий, чтобы делать какие-либо выводы. Что касается свободы движения рабочей силы, то договором ЕАЭС закреплено, что работники имеют право на трудоустройство в любом государстве союза и на получение базовых социальных гарантий для себя и членов своей семьи. В частности, не требуется проходить специальную процедуру признания документов об образовании. Обеспечиваются равные права на получение бесплатной медицинской помощи и образования детей. Трудовой стаж засчитывается в общий стаж для цели социального обеспечения, в том числе пенсионного. Работники имеют право свободно устраиваться на работу в пределах ЕАЭС, не получая разрешения на работу. И при этом они платят подоходный налог в том же размере, что и граждане того государства, куда они приехали работать. То есть, например, жителю Турции, работающему в России, нужно будет платить 30% подоходного налога как нерезиденту. А для жителя Армении ставка будет такой же, как и для россиянина – 13%. Данные иллюстрируют некоторый прирост объема миграции населения между Россией и другими странами ЕАЭС, как в абсолютном, так и в относительном выражении в последние три года. В 2017 году в Россию из стран ЕАЭС прибыло около 180 тысяч человек. Обратный поток составил около 100 тысяч. Это примерно 30% соответствующих объемов миграции для России в целом. Однако вновь мы не можем на основе этого наблюдения сделать вывод ни о причинах, ни о долгосрочности этих изменений. Первым шагом на пути к созданию общего финансового рынка является гармонизация национальных законодательств в соответствующей области. И именно на этой стадии пока находятся страны Союза. В настоящее время идет совместная работа над подготовкой проекта концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Тем не менее, определенные достижения на пути интеграции финансовых рынков стран уже видны. Вот некоторые факты. В расчетах между странами ЕАЭС происходит увеличение доли национальных валют. Это в основном происходит за счет увеличения доли рубля в расчетах между Россией и другими странами ЕАЭС. Вместе с тем доллар остается доминирующей валютой при оплате товаров и услуг между государствами ЕАЭС, исключая Россию. Есть продвижение в части интеграции банковского сектора. Банки стран ЕАЭС выходят на фондовые биржи друг друга. Ведется работа по формированию и интеграции национальных платежных систем. В частности, Россия имеет договоренность с Арменией по взаимному признанию национальных платежных карт и их хождению на территории этих стран. По той же схеме ведутся переговоры с Казахстаном и другими партнерами. Интеграция как самостоятельная единица международных торговых отношений может заключать преференциальные торговые соглашения с другими странами интеграциями. Напомню, ЕАЭС функционирует лишь с 2015 года, но за это время заключены торговые соглашения с Вьетнамом, Китаем, Ираном. Двусторонние соглашения о зоне свободной торговли заключены с Грузией, Азербайджаном, Сербией, Туркменистаном и Узбекистаном, поскольку страны не ратифицировали договор о зоне свободной торговли СНГ. Интерес к формированию зоны свободной торговли с ЕАЭС, а также к другим формам международного сотрудничества проявляют порядка 50 стран и региональных интеграционных объединений. В качестве перспективного направления выделяется и создание зоны свободной торговли в многостороннем формате между ЕАЭС и АСИА. Таким образом, интеграция, как и любая отдельная страна, тоже ищет возможности получения выгод от участия в международной торговле и международном разделении труда. Для закрепления пройденного материала используйте дополнительные материалы к курсу и рассчитайте, какую суммарную долю во внешней торговле России по состоянию на 2018 год занимает торговля со странами, с которыми ЕАЭС заключил преференциальное соглашение или соглашение о зоне свободной торговли. Тема этого сюжета – влияние международных организаций на внешнюю торговлю России. Международные организации – это постоянное объединение, созданное на основе международных соглашений, чтобы содействовать решению определенных глобальных проблем. Эти объединения могут быть межгосударственные, неограничивающие суверенитет стран и надгосударственные. Вступая в подобные организации, государства-члены добровольно передают часть своих полномочий международной организации. Примеров международных организаций много, как и проблем, решению которых они призваны способствовать. Вы видите некоторые из них на слайде. Но в рамках этого сюжета мы с вами подробно остановимся только на двух международных организациях, которые оказывают значительное влияние на внешнюю торговлю России. Это ВТО и ОПЕК. ВТО – это Всемирная торговая организация. Она создана 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торговых отношений стран-членов. В настоящее время членами организации являются 164 страны, обеспечивающие 98% мирового экспорта. ВТО образовано на основе Генерального торгового соглашения по тарифам и торговле ГАД, заключенного после Второй мировой войны. С 1947 по 1994 год ГАД представлял собой форум для проведения переговоров по снижению таможенных пошлин и других торговых барьеров. В результате средняя ставка таможенной пошлины в мире снизилась с 40% на момент подписания соглашения в середине 40-х и до 4% в середине 90-х. Кроме того, значительно сократилось применение нетарифных торговых барьеров. Принципы Генерального соглашения, включая запрет на дискриминацию, закреплены в соответствующих международных соглашениях и составляют правовую основу деятельности ВТО. Переговоры о вступлении России в ВТО велись с момента основания организации, а в действительности дольше, поскольку СССР, а потом и Россия, подавали заявки на присоединение к ГАД. С 2010 года Россия участвовала в переговорах от лица Единого таможенного союза. И в 2012 году это вступление произошло. Согласно условиям присоединения, страны таможенного союза должны были обеспечить снижение ставок ввозных таможенных пошлин и сократить субсидирование сельского хозяйства. Заметим, что здесь вновь возникает конфликт между стремлением получить выгоды от торговли и защитить интерес отечественных производителей. Поэтому переговоры велись по каждой позиции товарной номенкратуры. Кроме того, согласно требованиям ВТО должны быть обеспечены принцип национального режима и принцип наиболее благоприятствуемой нации, обеспечивающие отсутствие дискриминации. Первый означает, что для иностранных лиц должны действовать те же правила, что и для российских. Принцип наиболее благоприятствуемой нации означает, что если Россия предоставит благоприятный правовой режим для иностранных лиц из одной страны члена ВТО, то он должен автоматически действовать и для лиц из любой другой страны члена ВТО. Членство ВТО не исключает применение странами протекционистских мер. Когда иностранная конкуренция становится наиболее опасной и может причинить ущерб национальным предприятиям, могут вводиться защитные меры в виде количественных ограничений или дополнительных пошлин. В частности, существуют антидемпинговые меры, направленные против импорта товаров, поставляемых по демпинговым, то есть заведомо заниженным ценам. Компенсационные меры применяются по отношению к импорту товаров, производство которых или экспорт которых субсидируется. Однако применение этих мер предполагает проведение соответствующего расследования в рамках ВТО, что занимает достаточно длительное время. По данным ВТО, в последнее время число защитных мер, применяемых странами, резко возросло. Если в прошлые годы в среднем организации рассматривало от 150 до 250 дел в год, то в 2017 году их число превысило полторы тысячи. На слайде представлена карта, составленная Юнгтат, на которой интенсивность цвета отражает частоту использования защитных мер разными странами. Видно, что чаще всего ими пользуются Индии и Соединенные Штаты Америки, чуть реже Европейский Союз, Китай, Турция, Бразилия. Россия же применяет эти меры пока сравнительно редко. А на этой карте показано, в отношении каких стран эти меры вводятся. Видно, что чаще всего это Китай, на втором месте ЕС. В отношении России защитные меры вводятся очень редко. Преимущество, которое дает участие в ВТО, это использование возможностей организации по разрешению международных торговых споров. В случае, если какая-то страна нарушает принципы ВТО или кому-то кажется, что она их нарушает, можно запросить помощь организации в урегулировании этих вопросов. И тогда сначала в формате двухсторонних консультаций, а потом с привлечением экспертов и третейских групп выносятся решения по спорному вопросу. При невыполнении этого решения пострадавшая сторона имеет право ввести ответные меры, поэтому даже такие крупные члены ВТО, как США или ЕС, добровольно его выполняют. Россия использует этот механизм и у нее уже есть опыт выигранных дел. Заметим, кстати, что санкции в отношении России и контрсанкции, введенные России в последние годы, нарушают правила ВТО. Но организация отказывается от рассмотрения взаимных претензий, считая это политическим вопросом, который выходит за рамки ее компетенции. Вторая международная организация, о которой хотелось бы поговорить особо, это организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК. Организация была основана в 1960 году, ее состав с течением времени менялся. По состоянию на начало 2019 года в состав организации входят 14 стран-экспортеров нефти. Их список и расположение на карте мира вы можете видеть на слайде. ОПЕК по сути является международным картелем стран, который ставит своей целью координацию добычи и экспорта нефти среди стран-участниц для поддержания стабильных мировых цен на нефть, при которых с одной стороны потребителям обеспечиваются стабильные поставки, а с другой отрасль получает достаточные доходы для осуществления инвестиций. Это достигается через установление квот на добычу нефти. Проблема, однако, в том, что экономические интересы стран ОПЕК часто не совпадают. Между некоторыми из них существуют военные конфликты. Кроме того, другие страны-экспортеры нефти в последние десятилетия активно наращивают свою добычу и страны ОПЕК опасаются потерять свою долю на рынке. Все это приводит к тому, что согласованные квоты не соблюдаются. После кризиса 2008 года и до 2016 года странам ОПЕК не удавалось заключить и поддержать соглашение об изменении объемов добычи нефти. Однако в 2016 году был найден новый формат – ОПЕК+. Страны ОПЕК и еще 10 стран-экспортеров нефти, включая Россию, подписали соглашение о координации своей деятельности. ОПЕК плюс суммарно контролирует более 60% добываемой нефти и более 50% ее экспорта. Начиная с 2016 года, страны несколько раз договаривались о сокращении добычи нефти. В июне 2018 США из-за роста цен на бензин в стране попросили страны ОПЕК плюс увеличить добычу нефти, что было сделано. Правда, уже через полгода страны-члены ОПЕК плюс снова договорились сократить добычу. Это соглашение все еще действует на момент записи этой лекции. Давайте посмотрим, как реагировала мировая цена нефти на достигнутые странами договоренности. Здесь красными маркерами отмечены договоренности о сокращении добычи нефти. Желтым маркером отмечена договоренность июня 2018 года о наращивании объемов добычи. Изменение объемов добычи и поставки нефти на мировой рынок – процесс немгновенный, поэтому реакции цены наблюдаются с некоторой задержкой. Но в целом видно, что участки графика после красных маркеров характеризуются повышением цены. Существенные снижения цены наблюдаются только после достижения договоренности об увеличении объемов добычи. То есть действия стран действительно оказывают влияние на рынок. Формат ОПЕК плюс рассматривается сторонами как успешный. Саудовская Аравия, как крупнейший участник среди стран ОПЕК, и Россия, как крупнейший участник среди стран, не входящих в состав ОПЕК, обсуждает возможности создания нового наднационального института стран экспортеров нефти. Реализуется ли этот вариант международной организации? Покажет время. В завершении этого сюжета небольшой вопрос на понимание. Как вы считаете, как повлияло вступление России в ВТО на ее возможности по проведению протекционистской политики в отношении национальных производителей товаров и услуг? В рамках этого сюжета мы поговорим о ввозных торговых барьерах России, то есть барьерах, связанных с импортом товаров. Возные таможенные пошлины, применяемые ЕАЭС в отношении товаров, импортируемых из третьих стран, закреплены специальным документом, который называется Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза. Товары при этом выделяются в соответствии со специальным классификатором, товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, и о нем имеет смысл поговорить особо. Классификатор товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, как и классификаторы, применяемые в большинстве стран мира, базируются на гармонизированной системе описания и кодирования товаров, разработанной еще в 88 году. В этой системе продукты объединены в группы, каждый из которых присвоен код. Структура классификатора древовидная, то есть каждая группа товаров делится на более мелкие в зависимости от тех или иных признаков. Например, двузначный код 10 соответствует товарной группе злаки. Они подразделяются на несколько подгрупп. Например, код 1004 соответствует товару овес. Еще более мелкая классификация шестизначная, овес может быть семенной и прочий. Использование единого классификатора в разных странах мира значительно облегчает все процедуры, связанные с организацией и сбором информации о международных потоках товаров. Поэтому в настоящее время систематизацию на основе гармонизированной системы выполняют более 180 стран мира. Допускается использование более дробной классификации для целей национального регулирования, но первые шесть цифр кода должны соответствовать гармонизированной системе. Классификатор Евразийского экономического союза имеет такую же структуру, но использует более дробную, десятизначную классификацию. Общее число элементов, то есть разных видов товаров в ней, более 15 тысяч. И по каждой из этих позиций единым таможенным тарифом ЕАЭС закреплена ставка ввозной таможенной пошлины. Здесь в таблице представлены некоторые обобщающие информации по ввозным тарифным ограничениям, применяемым Россией как членом ЕАЭС. По 84% позиций номенклатуры установлена ввозная таможенная пошлина. Средняя ставка пошлины около 5%, максимальная 230. Последние два показателя характеризуют разброс ставок пошлин. Видно, что он не очень большой. Исторические данные иллюстрируют, что средний уровень таможенной пошлины устойчиво снижался с начала 2000-х годов. Этому способствовали в том числе и переговоры России о вступлении в ВТО. По состоянию на 2017 год средняя ставка пошлины составляет около 5%, а средневзвешенная, рассчитываемая с учетом объемов импорта, составляет около 3%. Много это или мало по сравнению с другими странами? Данная диаграмма иллюстрирует, что это средний уровень. Сопоставимые с Россией по ВВП страны, а также крупнейшие экономики мира демонстрируют как более высокие, так и более низкие средние ставки импортных пошлин. Например, у Бразилии, Индии и Китая этот показатель выше, а у США, Японии и стран ЕС он ниже, чем у России. Так что говорить о завышенной тарифной защите от импорта оснований нет. Однако, кроме тарифных ограничений, существуют и нетарифные. К таковым относятся, например, квоты, то есть количественные ограничения на ввоз товаров. Технические барьеры в торговле, такие как санитарные нормы, промышленные стандарты, требования безопасности, требования к упаковке и маркировке товаров, тоже вполне могут затруднять импорт и даже прямо дискриминировать иностранные товары. Антидемпинговые меры мы уже упоминали ранее. Они применяются в случае ввоза на территорию страны товаров по заведомо заниженным ценам, когда это наносит ущерб национальным производителям. Однако, по сравнению с США, Китаем и ЕС, Россия, можно сказать, практически не пользуется этими инструментами. Следует при этом отметить, что с момента вступления в ВТО в 2012 году подобные меры начинают применяться нашей страной все более активно. Это хорошо видно на представленном графике. Красные и синие линии, отражающие число введенных санитарных норм и технических барьеров, берут начало в 2012 году и демонстрируют устойчивый рост. Увеличивается также число применяемых количественных ограничений, которые стали вводиться после кризиса 2008 года. Однако, кроме мер государственного регулирования, существует еще целый ряд факторов, которые тоже могут оказывать сдерживающее влияние на импорт. Это всевозможные бюрократические барьеры, а также качество транспортной и логистической инфраструктуры. Здесь в таблице представлен ранг России среди других стран мира по таким показателям, как время и издержки, связанные с оформлением документов или прохождением таможенных процедур, а также субъективная оценка респондентами качества транспортной инфраструктуры и эффективности организации таможенного оформления. Ранг 1 соответствует наилучшей оценке по тому или иному критерию. По всем представленным показателям Россия в лучшем случае в середине списка, в худшем на последних позициях. Таким образом, основными барьерами на пути импорта товаров в Россию выступают не тарифные или нетарифные ограничения, вводимые государством, а несовершенство организации процедур, связанных с импортом. И для закрепления материала самостоятельно с использованием дополнительных материалов курсу сравните частоту применения нетарифных ввозных торговых барьеров Россией и странами с сопоставимым уровнем ВВП. Торговые ограничения накладываются не только на импорт, но и экспорт товаров. В рамках этого сюжета мы поговорим с вами о вывозных торговых барьерах России. Ставки вывозных таможенных пошлин утверждены соответствующим постановлением правительства Российской Федерации. Периодически в перечень товаров и размер взимаемых пошлин вносятся изменения. Используется тот же самый классификатор товарных позиций, что и в отношении импорта. Но число позиций, по которым введены экспортные пошлины, значительно меньше. Обычно ставки вывозных таможенных пошлин невысоки, как, например, в случае зерновых или лома цветных и черных металлов. Но есть и обратные примеры. Во многом это зависит от того, с какой целью вводится вывозная таможенная пошлина. Экспортные пошлины могут использоваться для стимулирования перерабатывающих производств. Например, высокие таможенные пошлины на необработанный лес в сочетании с низкими или нулевыми пошлинами на пиломатериалы стимулируют развитие национальной деревоперерабатывающей промышленности. В случае относительного дефицита товаров на внутреннем рынке экспортная пошлина, как и другие ограничения на вывоз товаров, может вводиться для увеличения доли поставок собственных производителей на внутренний рынок и таким образом для защиты интересов потребителей. Ну и наконец, экспортные пошлины являются важным источником доходов федерального бюджета. И мы помним из предыдущей лекции, насколько важен для России в этом отношении экспорт углеводородов. Первые экспортные пошлины были введены в России в 92 году на нефть, сырье, которое и в наши дни облагается наибольшими пошлинами. Сначала ставка пошлины то росла, то падала. В какое-то время она даже полностью отменялась. С 99 года ставка пошлины на нефть напрямую зависит от мировой цены нефти, но рассчитывается при этом не как процент от цены, а как фиксированная величина в долларах США за тонну. Диаграмма на слайде иллюстрирует эту зависимость. Учитывая, что физические объемы российского экспорта нефти и других углеводородов стабильны, и учитывая их большой вес в общем объеме экспорта страны, неудивительно, что динамика доли поступлений от налогообложения экспорта в общем объеме налоговых поступлений в федеральный бюджет повторяет динамику мировой цены на нефть. Это очень хорошо иллюстрирует диаграмма, представленная на слайде. И чтобы снизить зависимость бюджета от экспорта нефтепродуктов, в середине 2018 года Госдумой был принят закон о завершении налогового маневра в нефтегазовой отрасли. Новое законодательство предусматривает постепенное снижение экспортной пошлины на нефть, газ и нефтепродукты до нуля к 2024 году. Одновременно будут увеличены базовые ставки по налогу на добычу полезных ископаемых и акцизы на нефтяное сырье. Поскольку эти действия способны спровоцировать рост цен на нефтепродукты для конечных российских потребителей, предусматривается также ряд дополнительных изменений налогового законодательства, включая отрицательный акциз, компенсирующий нефтеперерабатывающим заводам повышение стоимости сырья. После завершения налогового маневра ситуация несомненно изменится. Но по состоянию на 2017 год можно говорить о том, что уровень вывозных таможенных пошлин России находится на среднем уровне по сравнению с другими странами мира. На диаграмме цветом выделен уровень специального показателя, рассчитываемого Всемирным банком. Это единое для всех позиций товарной номенклатуры ставка экспортной пошлины, при введении которой объем экспорта в стоимостном выражении остался бы равен фактическому. Для России значение этого показателя находится в интервале от 2,5 до 5, что рассматривается как умеренное. И как и в случае с импортом, российские экспортеры сталкиваются с более высокими временными и финансовыми затратами, связанными с оформлением документов на экспорт и прохождением таможенных процедур, чем экспортеры из других стран. Это тоже является барьерами на пути экспорта. Причем по сравнению с аналогичными барьерами на пути импорта, ситуация неоднозначная. Например, время и издержки на оформление документов в случае экспорта примерно в полтора раза ниже, чем в случае импорта. А вот прохождение таможенных процедур занимает в среднем почти в два раза больше времени, при том же уровне финансовых затрат. В качестве небольшого самостоятельного задания по итогам этого сюжета сравните время и издержки, связанные с оформлением документов на экспорт и прохождение таможенных процедур в России и в странах с сопоставимым уровнем ВВП. Используйте для этого дополнительные материалы к курсу. Говоря о торговых ограничениях и либерализации торговли, нельзя не затронуть вопрос о том, что внешняя торговля оказывает значительное влияние на внутренние рынки. С момента, либерализации внешней торговли России в 92 году прошло уже достаточно времени, чтобы отследить связанные с этим эффекты. Этому вопросу посвящен последний сюжет нашей лекции. Сразу, однако, необходимо оговориться, что за последние четверть века произошло много существенных событий, повлиявших на экономику страны. И это значительно затрудняет выявление эффектов, связанных именно с внешней торговлей. Это трансформационный спад после распада СССР, кризис 98 года, мировой кризис 2008 года, санкции и контрсанкции последних лет. Относительно спокойный период, когда действительно активно развивалась внешняя торговля России, это период между двумя кризисами, когда росту экономики и торговли способствовали высокие мировые цены на нефть. Ранее мы показали с вами, что период с начала 2000 до 2008 года характеризовался также снижением торговых барьеров. Поэтому именно этот временной интервал мы и будем анализировать. Итак, первый эффект, который мы ожидаем, это эффект на внутренние цены торгуемых товаров. С точки зрения экономической теории, внешняя торговля означает расширение рынков сбыта отечественной продукции, то есть увеличение спроса на нее. Это, в свою очередь, должно приводить к росту цен на такие товары. Напротив, увеличение импорта может рассматриваться как увеличение предложения продукции на внутреннем рынке. Это должно снижать ее цену. Основываясь на этой логике, мы ожидаем, что с развитием внешней торговли внутренние цены на экспортные товары растут более высокими темпами, чем цены на товары, конкурирующие с импортом. Давайте посмотрим на данные. На этой диаграмме представлена информация о темпах роста номинальных внутренних цен на продукцию обрабатывающей промышленности, составляющую российский экспорт. Видно, что за рассматриваемый десятилетний период рост цен на большинство из этих позиций превысил индекс потребительских цен, то есть средний темп роста цен по экономике. Если же рассчитать такие же показатели для товаров, составляющих конкуренцию импорту, то ситуация обратная. По большинству из этих позиций темп роста цен за рассматриваемый период значительно ниже среднего уровня. Исключение составляют автомобили грузовые и трубы стальные, но эти товары к концу рассматриваемого периода стали поставляться и на экспорт. Таким образом, действительно, в рассматриваемый период внутренние цены на экспортные товары растут быстрее, чем на импортные. Внешняя торговля должна приводить и к изменению структуры промышленности, а именно к более высоким темпам роста производства экспортных отраслей. Для России, однако, открытие экономики сопровождалось еще одним процессом – переходом от централизованного к децентрализованному принятию решений о направлениях инвестиций в развитии производства. И в этом отношении уже не очевидно, заинтересованы ли были инвесторы вкладывать свои средства в уже хорошо развитые в СССР экспортные сектора, или они считали более выгодным инвестировать в производство, которое не получило достаточного развития в СССР из-за отсутствия финансирования, но в котором у России имелся потенциал для развития сравнительных преимуществ. Посмотрим на данные. Темп роста выпуска экспортных товаров за рассматриваемый период в большинстве случаев ниже, чем индекс промышленного производства в целом по экономике. То есть более интенсивного развития именно этих секторов в рассматриваемый период не наблюдается. Зато по многим товарам, конкурирующим с импортом, наблюдаются темпы роста выпуска, превышающие средний уровень для России. Это свидетельствует о том, что децентрализованное принятие решений об инвестициях способствовало импортозамещению в тех секторах, где реализация сравнительных преимуществ была возможна, но не получила развития в годы плановой экономики. Независимые инвесторы нашли эти ниши и развили их. Развитие внешней торговли может также оказывать влияние на размеры компаний. Прежде всего в экспортных секторах, где существуют предпосылки для их укропнения. Есть несколько экономических обоснований этого эффекта. С одной стороны, у компаний появляется рынок сбыта для дополнительных объемов продукции. И таким образом расширение мощностей становится оправданным. При этом доходы от экспорта обеспечивают средства, которые могут быть направлены на эти цели. С другой стороны, издержек, связанных с экспортом. Крупные производители также более известны и узнаваемы за рубежом, что облегчает им поиск партнеров. Что же касается импортных секторов, то здесь отсутствует однозначное предсказание относительно воздействия внешней торговли на размеры компаний. Из общих соображений можно ожидать, что из-за возросшей конкуренции рынок в первую очередь должны покидать менее конкурентоспособные фирмы. Но какой размер оптимален для каждого конкретного сектора экономики, это вопрос открытый. В этой таблице представлены данные о сделках слияния и поглощений в период с 2000 по 2008 год. Таблица иллюстрирует, что наиболее активно процессы слияния и поглощений происходили именно в экспортных секторах российской экономики, топливно-энергетическом комплексе и в металлургии. Именно для этих секторов стоимостной объем сделок слияния и поглощений, а также отношение числа сделок к числу предприятий на начало периода наибольшие. На третьем месте энергетический сектор, также являющийся экспортным для российской экономики. Здесь на слайде представлены несколько самых крупных и громких сделок слияния и поглощений, реализованные в 2000-х годах. Это слияние тюменской нефтяной компании British Petroleum с образованием TNK BP. Это приобретение Газпромом Сибнефти с образованием Газпромнефти. Это слияние трех компаний с образованием российского алюминия, которые сейчас входят в тройку крупнейших производителей алюминия в мире. Это все экспортные сектора российской промышленности. Процесс консолидации капитала продолжался и в последующие годы. Роснефть поглотила TNK BP. В химической промышленности крупнейшим было слияние компаний Уралкалий и Сильвенит. В последние несколько лет крупные пакеты акций отечественных компаний все активнее продаются за рубеж. Но здесь, видимо, срабатывают уже другие факторы, не связанные с развитием внешней торговли. Ну и, наконец, говоря об изменении структуры российской промышленности в условиях либерализации торговли, нельзя не отметить роль государства в этом процессе. На фоне вызовов, обусловленных открытием экономики, для защиты национальных интересов в стратегически важных секторах реализуются протекционистские проекты. Одним из наиболее ярких примеров является развитие производства труб большого диаметра. Эти трубы используются для строительства газа и нефтепроводов. И до 2004 года Россия, несмотря на развитый металлургический сектор, была чистым импортером этого вида труб. Для стимулирования инвестиций российских металлургов в это производство были использованы различные меры государственной политики. Повышенные импортные пошлины на трубы большого диаметра. Пониженные пошлины на отдельные виды сырья и оборудования. Установлены преференции для российских производителей при осуществлении закупок продукции металлургической промышленности государственными компаниями. С участием Газпрома разработан баланс спроса и предложения труб большого диаметра на несколько лет вперед для обеспечения гарантии спроса на продукцию отечественных компаний. Все эти меры привели к тому, что за 5 лет общий объем инвестиций металлургических компаний в этот вид производства составил почти 2 миллиарда долларов США. А Россия превратилась из чистого импортера в чистого экспортера этого вида продукции с общим объемом мощностей более 4 миллионов тонн в год. Это, однако, привело и к негативному эффекту для внутреннего рынка в виде роста внутренних цен, что потребовало даже вмешательства антимонопольного органа. Тем не менее, цель была достигнута. Это яркий пример того, что протекционистская политика является важным фактором развития экономики. И в завершении этого сюжета снова небольшое задание. Используйте дополнительные материалы к курсу и отследите взаимосвязь между изменением общего объема сделок слияния и поглощений в России и изменением валового внутреннего продукта. Теория предсказывает, что в периоды экономического подъема, то есть роста ВВП, должен наблюдаться и рост числа и стоимости сделок слияния и поглощений. В это время у компании появляются дополнительные средства, которые можно направить на развитие бизнеса. Посмотрите, прослеживается ли на российских данных такая зависимость. Итак, давайте подведем итоги того, что мы узнали из этой лекции. Свободная торговля несет с собой не только выгоды, но и риски. Агрессивная иностранная конкуренция может привести к остановке развития и даже полному исчезновению целых секторов промышленности, для стимулирования развития которых в дальнейшем понадобятся протекционистские меры, в том числе внешние торговые барьеры. В качестве ответа на вызовы, обусловленные повышающейся открытостью экономик, в мире формируются региональные экономические интеграции. Группы стран могут ограничиться снижением торговых барьеров во внешней торговле, но могут пойти и дальше, образовывая общие рынки товаров и факторов или даже экономические союзы, в рамках которых согласовываются внутренние и частично внешнеэкономическая политика. Примером формирующегося экономического союза является ЕАЭС, членом которого является Россия. Несмотря на относительно небольшой срок существования интеграции, странам удалось значительно продвинуться на этом пути. Сформирован таможенный союз, проводится планомерная работа по развитию общего внутреннего рынка товаров, услуг и факторов производства. Важную роль в регулировании международных экономических, в том числе торговых, отношений играет международная организация. В частности, ВТО ставит своей целью развитие международной торговли и снижение торговых барьеров. Ею разработаны единые для всех правила, запрещающие дискриминацию торговых партнеров, которым должны следовать страны-участницы организации. И действительно, этот механизм действует, и это уменьшает неопределенность в международных торговых отношениях. Однако это не исключает и возможность применения странами протекционистских мер, в том числе в формате, предусмотренном самой организации. Это, например, антидемпинговые и компенсационные меры. Другой пример международной организации, который мы рассмотрели, ОПЕК, а точнее ОПЕК+, иллюстрирует, что возможны международные координации деятельности стран для воздействия на конъюнктуру конкретного рынка, в данном случае рынка нефти. Это вновь проявление протекционизма, но уже на наднациональном уровне. Мы показали также, что внешняя торговля оказывает значительное влияние на экономику России, не только обеспечивая доходы государственного бюджета, но и через изменение структуры промышленности, цен и относительных размеров компаний. У России есть сектора с выраженными сравнительными преимуществами. И есть отрасли, где национальные производители неконкурентоспособны на фоне иностранных конкурентов. И в этом отношении Россия, как и другие страны мира, ищет оптимальный баланс между открытостью экономики и протекционизмом. Средний размер таможенных пошлин и частота использования нетарифных торговых ограничений относительно невелики по сравнению с такими же показателями для других, сопоставимых с нею стран. Однако отдельные внешнеторговые ограничения прямо направлены на стимулирование развития определенных видов производства. В стратегически важных секторах реализуются протекционистские проекты, как мы видели на примере труб большого диаметра. И, между прочим, эмбарго, введенное в 2014 году в отношении импорта определенных видов сельскохозяйственной продукции тоже имеет ярко выраженный протекционистский эффект.